Здорово, пацаны, девчонки, мальчишки Всем привет, привет, ребят Я уже как обычно Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Короче, и в офис съездил, блядь, и загрузился Я грузился, короче, у меня как всегда И съездил на третью рабочую, ребят И в этот Транстрек съездил, и грузил Там небольшую заявочку сделал Потом заехал Сделал заявочку Где я сделал заявочку еще? Где я сделал, блядь? Уже запамятовал, блядь Юбилейный, ребят, приезжаю, короче У меня там 38 мест на Чуркин За час приехал Звоню А, Саранину отвез На Сахалинскую съездил, ребят, вот что вспомнил На Сахалинскую съездил, Саранину на Луговой отгрузил И вот поехал на Чуркин На Чуркин не приезжая, звоню Денису Говорю, Денис, ты во сколько будешь, говорю, там контейнер отгрузить На Камчатку юбилейно Он говорит, а я сегодня не принимаю Я говорю, как так-то? Ты че, бро? Я говорю, уже здесь Он говорит, да ты че? Я говорю, да Он говорит, а сколько у тебя коробок? Я говорю, 38 коробок А по объему, я говорю, ну где-то полтора куба Он говорит, ну я тебя попрошу, говорит, товарища Он у тебя, говорит, примет, а потом, говорит, документы это Я, говорит, вашим позвоню, скажу, что они олени Я говорю, звони, ругай, говорю, их, блядь Он говорит, я вообще принимать буду завтра Я говорю, а завтра я в Уссулиску еду Я говорю, я не смогу тебе привезти Ну, в общем, как-то так Короче, отгрузился И вот лечу, ребят, на Егиду На Егершель И потом там на Светландской надо отгрузиться Вот такие дела Вот такие пироги, ребят Это у нас здесь ходит инвалид постоянно Он здесь ходит На путепроводе ходит Ходит парнишка Кому не жалко, дают ему там денежку Кто сигареты дает, кто еще что-нибудь Так что он так Вот такие дела Ребят, вчера спасибо, что вы меня посмотрели Оставили лайки, дизлайки Оставили комментарии Блин, я вчера мне этот Андрюха с Челябы Мой сослуживец Говорит, Игорек, не буду тебя пугать И давай мне полный расклад, короче Что у меня может быть с легкими Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Ебан-зи Вот так и пойди в больницу, блядь Андрюха, ну ты че, блядь Я все, это сразу в гроб Андрюха, я пожить хочу еще Мне всего 51 Андрюха, мне будет 9 августа, только 52 Андрюха, ты че, не пугай Ребята, пойду, надо сходить Конечно, здоровье самое главное Что на моем, на моем канале Самое главное, ребят Всем, 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 всем Самое главное, здоровье, ребят Главное здоровье Блин, надо сходить Я бы, блин, сходил бы, там рядом с нами на скрепе Есть коммерческая структура Хорошая такая, поликлиника, так скажем Ну, блин, там дорого Там, я знаю, что там дорого там стоит Денег нету, чтобы... Блин, у нас, как всегда, блядь, на здоровье не хватает денег Блин, ебанзи, блядь Ой, на все хватает, блядь Главное, на здоровье не хватает Ебанзи, красоты Ладно, пойду в нашу 9 поликлинику Андрюха, говорит Мало, говорит, делать рентген, говорит Флюорографию Надо, говорит, делать рентген полностью Я говорю, что я согласен с тобой, Андрей, да Надо полностью делать рентген Ну, как получится, так получится Что теперь? Хотя бы так, чтобы хотя бы Определиться, что у меня такое Ну, не отпускает она меня, блядь, и все Не отпускает, и все Вот, побаливает, блядь Сильно бывает вздыхаю Аж, блядь, боль такая, блядь Или что-нибудь засмеюсь, бывает Тоже боль такая, аж Ну, надо, надо, надо лечиться, блядь Еще мамке вчера укол тоже ставил Пришел, что-то она у меня У меня спина болит, но болит Я, блядь, про себя думаю Ебанзи, блядь И начала, блядь Вот, наверное, мы с тобой не достроим А, я, наверное, не дострою Короче, кухню Я говорю, короче, все Лежи, короче Дал ей как укола, блядь И все, блядь И она все, утихла И сразу уснула Ай, блядь Сразу уснула, блядь Сегодня утром встала Я говорю, ну как ты, блядь Она говорит, блядь Сразу отпустила Но укол, говорит, сильнейший Я не помню, как он называется Укол сильный, короче Она говорит, блядь Говорит, конечно, полегчало Но Эти уколы, они тоже Ну, как всегда Что-то лечишь, а что-то калечишь По-любому, ребят По-любому, по-любому Вот такие дела Ребят, а чего вы там не оставили комментарий Там Аза, у нее было ее рождение Вчера И вы, никто ее не поздравил Она Одна из новых у нас девушек Которые нас смотрят, блядь Ну, хоть бы написали Так от души просто Аза, там, поздравляем Где с днем рождения Самое главное тебе здоровье Любви человеческого Счастья человеческого ТТТП Чего так, блин Ребят Ну, лучше поздно, чем никогда Поздравьте девушку Девушку, поздравьте Это же тоже приятно И на душе будет приятно Так Что дальше? Что дальше? Что дальше? Едем дальше Едем, смотрим Как обычно Едем, смотрим Оп Ох Как бы мне эта грудь-то, блядь В натуре Не подвела А то, блядь И годовщину-то Ха-ха Не отметим, блядь Ай-яй-яй-яй Так Ладно Все будет окей, ребят Там Мне еще подписчик написал Говорит Игорь, есть у меня кое-какие мысли по поводу канала. Оставь свои информацию, куда тебе можно написать. Ну, друг мой, ты мне на WhatsApp напиши, что это ты, лично ты. И мы с тобой свяжемся и поговорим. Потому что мне очень много кто-то звонит, где-то что-то как-то. Непонятные телефоны, непонятные люди что-то звонят, что-то туда-сюда. Я в основном телефон не беру, только беру своих знакомых. Мне кажется, ты напиши мне на WhatsApp, что это я, такой-то, такой-то телефон. Я тебе по WhatsApp, и мы с тобой свяжемся. Или на почту мне, я тебе почту скинул, или на почту мне. Потому что, чтобы не было хейтеров, чтобы там олени всякие не звонили, кому не попадал. О, сколько китайцев много. Так, кораблики у нас там стоят, нет военные. Ага, ребят, там парочку в кумане, где-то не видно. Стоит пару-пару каких-то корабликов. Готовятся к дню ВМФ, ребят. Если все будет нормально, если позволит здоровье, и никакой не будет, как всегда, каких-нибудь неотложных дел, ребят, обязательно с вами в воскресенье съездим с утра на праздник ВМФ. Ну, на Бележную. Так, так, так. Блин, лишь бы нам вот в эту жопу сейчас не попасть, блять, опять на этой егине, опять как приедешь. Время сколько? Ну, да, время полвторого, можно просто попасть, как обычно, блять. Вчера, короче, я тут в двери, на Тойоте, в двери, короче, личинку забрал, ребятам, потом вам покажу. Короче, она сточилась, не открывает дверь, не закрывает, надо купить ее. Все, я ее снял, вот надо будет как-нибудь ехать, где-нибудь на разборку, заскочить, докупить, поставить, и все, и все будет окей. Все будет нормально. По газелями тоже вчера человек там писал, говорит, да, Игорек, блять, зря ты, говорит, на газель, да, там, по-то самое, пургу гнал. Ну, как гнал пургу, ребят, оно же всегда так. Ты что-то на новое садишься там, тем более отечественное, сразу же, как говорится, такой негатив, да, тем более сядешь после комфорта, я просто так говорю, после, да, после комфорта, все-таки, как крути, не крути, а японские автомобили, какие бы они неуклюжие ни были, они комфортные, они сделаны для людей. Но все равно газель тоже неплохая, неплохая, я вам скажу. Можно работать, можно крутиться, можно вертеться, можно ездить, есть кое-какие недостатки, конечно, не без этого, но отдать должное. Надо просто доработать, доработать, сделать все по уму, и будет машина просто огонь. Гассель будет огонь. Да, ребят, если бы здесь стоял кондишен, там то-то, то-то, то-то небольшие, там такие мелочи, то я вам скажу, газель это просто шикардос. Что у нас тут? Да, ребят, сегодня, да, я слушал по радио, у нас здесь на Гершельде делали дорогу, видели, бордюры делали, дорогу делали, и они немного... А, вру, ребят, ну посмотрим, это я вру, это было на Кирове, мы с вами проезжали, на Кирово, на Енисейской, на Кирово делали бордюры делали, там, и они немного не достроили, и вот этот айфон пришел до нас. И смыл нахрен все, ребят, представляете, и час этой компании за свой счет придется восстанавливать. Вот, блин, вот это косяк, конечно, это косяк. Да, лишь бы работягам заплатили там что-нибудь. Это что же, блядь, вот там в основном, кто там работали, не русские, да заплатят, что там. А сейчас здесь посмотрим, здесь тоже же, тут тоже же на Гершельде и дорогу делают, и бордюры делают, тут интересно, смыло, нет? Так, ну вот такие вот, два. Ух ты, какой, это мотоцикл, какой мотоцикл. Блин, ну я на мотоциклах, это не мое. Я не мотоциклист, но мне очень они нравятся. Очень нравятся. Когда я посмотрю, автоскрежет или автодиаплы, какие аварии с мотоциклистами, блин, мне вообще, блядь, хотение на него садиться просто отпадает сразу. Такие ужасные аварии с ними, что, ой, 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 ой. На машине, ладно, где-то столкнулся, где-то ударился немного, но ты жив-здоров, ну, машину, да, там, попал немного на деньги, где-то что-то как-то, блядь. А с мотоциклистами, если авария, то все, считай, блядь, ты уже, уже в больничку, можно сказать так. Это жесть. Ой-ой-ой-ой-ой, я не могу из-за тебя, видишь, там автобус едет, тут я едущий. А где вы все? Верхнепортовая, ребят, это Верхнепортовая. Тут был Китай, вот здесь вот, видите, справа высокое здание Белоскраса. Тут раньше был китайский банк. А, вот он банк, справа, вру, ребят. Тут и посольство было, и банк был. Да, банк остался, да. Банк остался, обманул я вас. Не досмотрел. Банк. Вот тогда у нас, ребят, я вам запиливал там видосик, да, тепло у нас было, жарко. Вчера мне, ребята, нам скидывали небольшой видосик там с шамары. Там, ребят, камушку негде было упасть. Там столько было народу, просто все поехали на море. Все. Только ленивый не поехал, или кто-то на работе. А так все поехали. Там столько было, блин. Когда же этот сарай снесут? Ну, ебанзи, блядь. Что за государство, блядь. Что за законы, блядь. Расселили и разбомбили, блядь. Снести не могут, блядь. Ну, ебанзи. Да, давай. Да нет, тут, видите, капитально делают, ребят. Видите, капитально. Ничего здесь не смыло. Все нормально здесь на Игершильде. Ой-ой-ой-ой. Что-то зеваю. Кто-то вчера лег спать. Что мы там вчера? Ну, вчера мы только одну серию посмотрели. Крылья империи. Потому что мамка что-то там приболела. Купол поставил. И она у меня, не поверите, в 8 часов легла спать. В 8 часов. До этого, потому что не спала, короче, двое суток. Уже пришлось себе ухольчик ставить. И она в 8 часов легла на меня спать. Так. И что я еще посмотрел? Что же я еще посмотрел? И больше я, ребят, ничего и не смотрел. А, с Сергой поговорили, немножко пообщались. Потом Миколек мне звонил с Орла. Я так трубку не взял. Надо с ним перезвонить, будет пообщаться. Он там собрался машинку приобрести. Купить. Поболтать, да посоветовать что-нибудь. Едем, 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 смотрим, друзья. Так, завтра мы, завтра мы поедем в Гуссурик съездим. Может, там что-то снимем. Ну, на базарчик уже заезжать не будем, потому что, чем мы там уже были. Посмотрим, может быть, на этот заскочить. На автомобильный, если у меня много заявок там не будет. Ну, ребят, может, заскочим на автомобильный рынок. Хотя, пацаны, там, автоподбор каждый день. Ну, не каждый день, но почти. Я последний, там, не последний, а предпоследний видосик смотрел. Тоже мне понравилось. Подписчиков у них прибавляется, прибавляется. Тоже молодцы. У меня чуть-чуть пару человек прибавилось, ребят. Спасибо вам большое. Видите, ребят, какая у нас погода. Так что, милости просим в город Владивосток. На Японское море, ребят. На Японское море. Кто хочет на Японское море? Японский городовой, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, здесь арбузы 70 рублей, ребят. 70 рублей. На Дыне что-то не стоит ценник. Я еще не покупал, я еще не кушал. Пока не подешевеют. Пока не будут стоить 15 рублей. А тогда я покушаю. Ну, что-то тут нормально. В латпак. В латпак? Да. Что-то тут, смотрю, пока машинок мало. Такого нету, чтобы задница торчала. Может, нам повезет, ребят? А может, нам повезет. А может, нам с вами повезет. Опа, опа, опа. Ну, ну, ну. Баранки гну, блядь. Гну. Баранки гну, ёбанзи, блядь. Ну, ёбанзи, блядь. Это просто, блядь. Как всегда. Как всегда. Ну, ладно, постоим. У нас времени есть. Пойдем, ребят, отдадим документы. Посмотрим на пацанов. С кем-то поздоровимся. С кем-то пообщаемся. Так что, если там пацаны будут по-французски говорить, так, что вы там не обижайтесь сильно. В основном все водилы разговаривают по-французски. Но не все. Есть культурные, конечно. Материться тоже надо уметь. Баранский городовой. Блин, если бы у меня было много заявок, я бы лучше, блядь, куда-нибудь бы съездил. Но у меня всего две заявки осталось, ребят. Две заявки. Опа, ладно, будем смотреть, что и как. Так, большой стоит. Еще большой стоит. Ой-ой-ой-ой. Тут лежат. Тут спят. Здорово, братан. Ну что, ты долго? Я же так же колебал. Просто живая очередь. Что за кем и все. Обалдеть. Живая? Да, живые. Мы все живые. Ну что случилось у вас опять? Что случилось? Что? Ничего не случилось. Ёб. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Живая очередь. Привет. Что случилось, блядь. Что за хорно, блядь, опять? Сейчас стоит. Ни хуя не меняется. Привет, братуша. Все те же лица. Все те же лица. Все к двум часам приехали. Все стоят в жопе, да? Все как обычно. Ладно. Понятно. Здравствуйте. Что за хорно, блядь. Ну, а что они не стали записывать сейчас? Устали записывать. Потому что начинается работа, блядь. Потом начинается ругань, блядь, потом начинается ругань, блядь. Так интереснее, да? Так интереснее. Сляша с двоем там. Может быть, так и лучше. Каждый знает, за чем раз за что. У нас сегодня много, да? Сегодня у нас достаточно много. Что, у тебя как, если работать на работе много? Да, ладно. Что у нас, кто два дня спускует, у меня было по три заявки, все. Я просто в обед приехал, заколебался, загорать. То, бывает, то 15-20 заявок не начинается. Так, переставелись всегда. А сейчас контейнер ведет, вообще будет шоком. Там уже список такой, кто первый поедет. А люди уже заплатили деньги. Ну, как всегда. Или вот начнется вперед, я думаю. Значит, все стоят, ждем. Будем ждать. Оп, ты решил сразу отгрузиться, да? Решил сразу отгрузить? Ну, да. А то время-то. Пока это. Ну, да. А, у меня там две коробки, как всегда. Ой, уже. Ой, 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 ой. Четыре, четыре, пять. Вот так вот, пацаны. Живая очередь, короче. Сказали, говорит, живая, Игорь, очередь. Все, говорит, надоело, говорит, им писать. Ну, может, и к лучшему. Раз, 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 и все. И отгрузились, и поехали. Нам-то что? Нам с двумя коробками, блять. У нас не 20, не 30. Ребят, всем привет, привет. Привет, привет. Видите меня? Не видите? И не увидите. А я вчера там еще один видосик вам писал, ребят. Еще один видос писал, короче, уже в машине, короче, валялся. Жилища была. Думаю, я запишу. Ну, я что-то выбрал тот видос этот. Не стал писать, а тот видос там запилил. Вот такие вот пироги, ребят. Вот такие пироги. Что-то у меня не устанавливаешься. Оп. Не падай, не падай. Не надо падать, не надо падать. Опа. Ну, вот как-то так, ребят. Вот как-то так, блин. Как обычно, что-то ничего здесь не меняется по средам. По средам ничего не меняется, да. Ладно, что теперь сделать? Как есть, так есть, ребят. Как есть, так есть. Опа. Что мне там вчера еще писали? Ну, да, Андрюха меня там напугал, как обычного, по-карифански. Да ты говоря, ну, вот так, вот так, блять. Надо, говорит, идти в больничку. Ну, в больничку-то надо идти, но, блин, вот опять на здоровье времени не хватает. Не знаю вам, друзья, может быть, как лучше-то сделать. По субботам они не работают, это у нас поликлиника. Если идти платно, блять, ну, платно, я вам скажу, там, наверное, тысячи две, наверное, стоят две с половиной, три. И для меня это очень дорого. Да даже полторы будет стоить, даже, блять, 800 рублей будет стоить, будет дорого, блять. Потому что зарплата маленькая, цены-то нормальные, зарплата просто маленькая, а цены-то, блять, нормальные, блять. Охренеть, блять. Сегодня тоже по радио слушал, там, по этому. Человек с Новосибирска, говорит, у нас, говорит, цены просто растут, просто. Геометрической прогрессии, короче, растут цены, говорит, в общем, я работаю на авто... Мужчина там говорил, я на автобусе работаю, мне 40 лет. Заработная плата 40 тысяч, ну, 40 тысяч, но я, говорит, работаю по 17 часов в сутки, каждый день. Я аж охренел, блять. Я аж охренел, блять. Но все равно, вот так бы узнать, сколько у них там в Новосибирске, хотя бы на продукты питания, на ЖКХ, на все, на все, все равно пониже, чем у нас. Пониже, чем у нас, в Владивостоке. Ну и работать надо, видите, по 17 часов, это тоже жесть нахуй. Ой. Вот так вот. Так вот и живем. Так что, что, ребят, еще? Если что-то будет интересное, давайте я вам засниму там. Болтологией заниматься вам тоже надоедает, наверное, меня слушать. Вот такие вот дела. Пока ничего-то в голову ничего не приходит, такое интересное, что это. Ну, ничего интересного, потому что не было ничего. А так, если хотите что-то по каналу, ребят, вы можете так написать, короче, я говорю, по WhatsApp написать. Свяжемся. Да что там по каналу, ребят, по каналу, по каналу. Пока я не сделаю, пока я не сделаю, как говорится, этот ноутбук, пока не куплю камеру. Контент будет пока такой, друзья. Вот какой есть, такой есть. Чтобы улучшить, надо все-таки камеру, надо ноутбук, надо видеоредактор, это все склеивать. Это очень много времени занимает, там, пам-пам-пам-пам-пам, как говорится. Но ноутбук надо делать, хотя бы видеоредактор, хотя бы купить нам, чтобы склеивать несколько эпизодов. Тогда вам будет более-менее интересно. А одним роликом, как бы, не очень получается. Я так думаю, так что, если что, пишите. Ребят, пишите, звоните, высылайте деньги, все нормально. Ставьте лайки. Всем здоровья на моем канале, все как обычно. Всем здоровья, ребят. Здоровья, счастья и любви человеческого. Все, ребят, давайте. Пока-пока.